всем привет сегодня у меня для вас видео с моими покупками из магазина фикс прайс не пугайтесь в таком виде я не буду вести все видео просто хочу показать масштаб покупок какие некоторые товары крупные так как когда закреплю телефон на штативе некоторые из них не будет видно потому что там не настолько много места большее количество мелких товаров у меня находится в пакете а все остальное я поместила в большой контейнер данные контейнеры я покупаю неоднократно пока не закрепила на штатив решила показать контейнер потому что потом я его просто не подсуну под камеру вот такой большой универсальный ящик размер l стоил он 199 рублей но имейте ввиду эта цена идет только за сам ящик крышка в комплект не входит крышка продается отдельно она отлично подходит к данному ящику и стоит она 77 рублей тут так и написано крышка к ящику универсальному l с колесами на дне ящика имеются колесики тут четыре колеса в чем плюс данного ящика это то что можно вытащить эти колесики полностью и вообще ставить этот ящик без колес также можно колесики поворачивать вот таким образом закреплять туда вставлять или вот таким то есть зависимости от того как вы будете пользоваться боком выезжать или торец у вас будет выезжать как вам нужно так можно поставить это очень круто потому что на других контейнерах я такого не видела здесь мне прям очень нравится страна производитель россия контейнер на самом деле гигантский я постараюсь вам показать саму этикеточку размера к сожалению здесь не указаны но если вы были хоть раз фикс прайс я думаю вы знаете как выглядят данные контейнеры и какого они размера я эти данные контейнеры покупают для хранения своих лоскутов также они идеально подходят для хранения детских игрушек пластик довольно-таки плотный но если сильно ударить или уронить контейнер может все-таки лопнуть это же все-таки пластик рекомендую присмотреться если вы ищете что-то подобное мне кажется цена довольно бюджетно в других магазинах я видела такие контейнеры стоят намного дороже давайте уже переместимся к столу покажу вам остальные свои покупки потому что мне их сегодня очень много я купила туалетную бумагу фамилия 3 у 12 рулонов я ее беру неоднократно знаете почему потому что эта бумага мне очень нравится по качеству она очень похожа на зеву плюс которая самая мягкая но стоит она намного дороже чем данная туалетная бумага и также на эту туалетную бумагу фикс прайсе цена намного ниже вот такой вот пакет из 12 рулонов стоил 149 рублей я покупала тоже туалетную бумагу от фамилии только без приставки 3 у и качество мне не очень понравилось поэтому больше экспериментировать не буду фикс прайсе я бываю в последнее время редко поэтому купила сразу аж две упаковки чтобы нам хватило надолго если вы еще не приобретали такой товар то очень вам рекомендую на самом деле бумага неплохая и нам очень нравится также от этого же производителя я купила бумажное полотенце на самом деле когда я зашла фикс прайс я не сразу нашла данную туалетную бумагу и подумала раз уж я не нашла бумагу фамилия 3 то возьму хотя бы что-то пока не куплю обычную туалетную бумагу так как дома она уже закончилась и положила в корзину вот эти бумажные полотенца потом когда уже нашла эту туалетную бумагу решил что не буду выкладывать бумажные полотенца так как бывает иногда на кухне нужно жирные продукты положить чтобы жир стек и просто руки вытереть на стол постелить очень удобно вытирать стол допустим данной туалетной бумагой меня соблазнило то что тут 200 листов размер xxl и также я подозреваю что один квадрат делится на две части сейчас мы это вместе с вами проверим так это или нет и если он делится вообще круто и тут указано что два рулона xxl равняется четырем обычным рулоном на самом деле они очень гигантские посмотрите очень толстые если сравнивать с обыкновенной туалетной бумагой то они на порядок шире эти рулоны надеюсь по качеству они будут ничем не хуже давайте откроем и посмотрим что это за бумажные полотенчики чем их едят вот такой гигантский рулончик как обычно краешек у нас запечатан и да на самом деле посмотреть можно отрывать квадратом а можно отрывать вот такой полоской очень круто мне кажется еще здорово бумажное полотенце довольно таки плотное если сравнивать данной туалетной бумагой то бумага намного мягче но на кухне такая плотность как у туалетной бумагой в принципе не нужно потому что иначе будет разваливаться и не будет выполнять то для чего ее приобретали пока мне все нравится попользуюсь тоже надеюсь хороший если бумажное полотенце мне понравится то обязательно куплю там еще потому что цена на такую упаковку была всего лишь 77 рублей далее следующая покупка которая также купила для дома по большей части для кухни это у меня салфетки универсальные от фирмы bone home я данные салфеточки покупаю неоднократно беру их из раза в раз как они у меня заканчиваются беру сразу новую упаковку мне обычно вот такого тубуса хватает примерно на год мне кажется это супер экономно здесь 120 штук и что меня в этот раз удивило я об этом обнаружила только сегодня когда начала снимать видео в магазине почему-то я на это не обратил внимание раньше салфетки универсальные стоили 99 рублей сейчас я обнаружила что они стоят 149 рублей подорожали можно сказать на 50 процентов обалдеть и если честно сейчас я не помню сколько штук было тогда возможно тогда было 100 штук но даже если сейчас стало их 120 все равно цена не оправдывает себя непонятно почему настолько было подорожание салфетки классная удобная хватает надолго хорошо впитывают отлично все убирает собирает пыль все как написано удобно в том плане что если их берешь для какой-то уборки убрал тут же выбросил не нужно их не стирать ничего с ними делать можно сказать попользовался и все и также мне нравится то что они всегда свежие когда нужно и так как я люблю чтобы тряпочки были чистые я обычно каждый день беру новые иногда бывает через день все зависит от того насколько старую меня пришла в негодность после их просто выбрасывание стираю потому что смысл их стирать они для этого не предназначены мне нравится очень удобно и вот единственно говорю цена меня конечно удивило а так в общем и целом если качество также не изменилось как цена могу вам смело рекомендовать потому что они на самом деле хорошие далее следующее что мне хочется показать это игровой набор вертикальный трек у нас ни один поход фикс прайс не заканчивается без покупки какой-либо игрушки во первых там довольно неплохой выбор во вторых цена как правило ниже чем других магазинов поэтому когда мне артур что-то просит я всегда ему покупаю не вижу смысла не покупать так как в принципе там дешевле и почему бы не взять в этот раз купили игровой трек как вы видите мы уже им воспользовались упаковку уже открыта он был запечатан при помощи скотча также внутри находились детали вот такие вот которые нужно было собирать в один трек все детали пришли по отдельности только машинки были цельным виде их не нужно было собирать они уже были готовы и почему я уточняю позже вы поймете а кроме деталей к треку внутри коробки также находились наклеечки наклейки мы еще не применили их я прикреплю на трек позже приклею а сам трек мы уже собрали и вот таким образом выглядит трек в собранном виде как бы у нас вот такая вот горка отсюда машинка едет и она туда-сюда туда-сюда и до самого низа тут едет сама по себе детям очень нравится я вчера когда собрала эту игрушку их не было слышно где-то полчаса они просто увлеклись и играли их невозможно было оторвать единственный минус это то что машинки если падают разбирается на запчасти вот таким образом выглядит цельная машина вот так она выглядит если она развалилась на части да конечно ее легко можно собрать и это делается очень очень быстро и просто вторую часть синюю я не знаю где куда дети и запузырили не смогла найти но они соединяются легко и до следующего раза пока не уронили в принципе все держится я каким образом поступлю его вам и советую когда найду вторую часть просто капну на стыке клей момент чтобы все это заклеил зафиксировалась и больше машинки не разваливались потому что это жутко неудобно собирать эти машинки придется вам как и мне но дети играли весь вечер машинки не разваливались они уже начали развалится на следующий день видимо слишком сильно падали может быть из-за этого и посмотрите каким образом все это действует запускаем машинки вот она поехала сама и все в конце она выехала конечно так особо не видно но я думаю сам процесс понятен ни у кого вопросов не возникнет клёвая игрушка детям и мне тоже она очень понравилась пластик довольно таки крепкий не хлипкий я до этого брала другой трек показывала как-то покупках фитспрайс там где машинка ездит по кругу сама без остановки там качество пластика мне не очень понравилось потому что чуть наступишь чуть сдвинешь все падает все ломается пластик рубки а вот здесь пластик прям такой конкретный добротные и ничего с ним не случится также постороннего запаха неприятного я никакого не ощутила ничем он не пахнет игрушка яркая как бы минусов я особо никаких не заметила кроме как вот машинки которые разваливаются во время использования далее следующая новинка которую я обнаружила в магазине фикс прайс возможно этот товар давно появился в продаже но я увидела только сейчас и сразу приобрела это вот такой вот контейнер из ящиков он состоит из пяти секций мини-бокс home time цена 199 рублей я уже как-то до этого покупала подобные контейнеры фикс прайсе это было очень давно и тогда продавали их по 2 секции для большего удобства я их собирала по 4 ящичка потому что ну по 2 не очень это удобно некоторые конечно так и остались у меня по 2 но в основном я их соединял по 4 те ящички были покрупнее пластик у них был добротно не знаю как у данных ящиков как у данного контейнера очень надеюсь что тоже все в хорошем качестве и можно будет пользоваться в магазине было несколько расцветок я взяла такой нейтральный серый он больше всего мне кажется подойдет для нашего интерьера да не не особо люблю пестрые поэтому решила взять что-то такое ящики выезжают хорошо также здесь имеется стоппер поэтому если дернуть ящик резко то он не вылетает выезжают они практически до самого конца вот у нас дно я думаю видно нравится мне ящики хорошие обязательно найду применение данному контейнеру и если мне его не хватит то прикуплю себе еще потому что пока мне все нравится по качеству неплохое пластик не воняет все выезжает имеются небольшие вот такие вот торчащие штучки пластиковые да конечно он не идеален на стыках тоже у нас могли бы сделать лучше немножко такой вот все покорябанная пошаркано как бы не такой ровная но можно пройти с пилочкой все станет гладенькая за такую цену как бы цена соответствует качеству как мне кажется контейнер отлично подойдет как для канцелярия бижутерия косметики и уж если вы также как и я любите хендмейт то тоже я думаю найдете куда это применить вообще для чего угодно да хоть специи хранить на кухне классные контейнера они очень понравились так по моему с контейнерами я закончила дали у меня идут продуктовые покупочки повторяю свою покупку кавказского соуса особо острого предыдущий я съела этот у нас от миви макс цена на него была 2750 я видел что его можно также приобрести в пятерочки там он стоит немного дороже сейчас он недавно был по акции но как-то я прошла тогда мимо почему-то его не купила когда уже вернулась акция закончилась поэтому когда пришла фикс прайс увидела и тоже решила приобрести нравится мне он в меру острый не сказать что сладкий но и не стоит что прям совсем чили чтобы сжигал вам все я люблю остренькая поэтому мне очень нравится далее следующее что я вам покажу надеюсь вы меня сильно не будете ругать я вообще не особо любитель вот таких вот вещей но иногда очень очень мне хочется чего-то необыкновенного чего-то новенького увидела фикс прайс и вот такой вот лапшу со вкусом говядины и овощами по-корейски big lunch у меня больше любители вот таких вот штук это мой супруг поэтому если я есть не буду то он с удовольствием это стрескает и даже спасибо скажет я взяла по большей части для себя и как сейчас я заметила я когда брала я обратил внимание только на вкус говядины я не обратила что здесь есть острый вкус не знаю если не понравится на есть никто не будет раньше не брала очень интересно попробовать вкусно это или нет кстати если вы пробовали что-то такое то пишите об этом в комментариях мне также будет интересно узнать что вам понравилось не понравилось возможно есть экспрессии находки который бы тоже стоило мне попробовать я тогда тоже куплю попробую оценю данные продукты поэтому обязательно делитесь я с удовольствием почитаю далее следующее что я увидела это фунчозу по китайским с устричным соусом с грибами шитаки ни разу я не видела ничего подобного фикс прайсе очень удивилась когда увидел фунчозу вообще фунчозу я обожаю она мне очень нравится я неоднократно готовлю из нее и салатики и горячее блюдо с курицей данными рецептами я даже делилась с вами и когда увидела вот этот фунчоза просто не смогла пройти мимо я знаю что у фирмы сенсой довольно таки хорошая продукция мне нравится их соевый соус нравится листы нори поэтому надеюсь что данная лапша также будет очень-очень вкусный и хорошая цена на нее была не бюджетная стоила данная лапша 77 рублей поэтому хочется верить что все таки я не зря отдала деньги кстати беглайн стоил 2750 забыл у него сказать цену здесь у нас сколько грамм объем массы не то 125 грамм для одного раза мне кажется вполне достаточно взял сразу две упаковки потому что подумал если мне понравится то я буду жалеть что я не взяла вторую надеюсь что мне понравится потому что если мне не понравится то его до жалеть что я в 2 конечно железная логика но купила две штуки и все таки надеюсь что я не прогадала далее следующая моя покупка это трубочки для молока я уже показывалась предыдущих видео говорила что мы их берем из раза в раз покупали их в пятерочки сейчас конечно же берем когда у нас эти заканчиваются потому что фикс прайс пока далеко от нас находится и не всегда получается сходить туда и купить данные трубочки в этот раз я также купила экспрессе они дешевле 1 упаковочка стоит 25 рублей если брать к примеру трубочки которые продают пятерочки они стоят 47 рублей мне кажется разница в цене очевидно количество трубочек что здесь что там пять штук пятерки есть только два вкуса ягодный фруктовый микс а фикс прайсе продают четыре вкуса но в этот раз я нашла только три потому что 4 видимо раскупили первыми ягодный микс 2 клубника сливки 3 фруктовый микс 4 был еще шоколадный микс но вот я говорю его не нашла либо не привезли в тот фикс прайс который я заходила либо их просто раскупили то мы уже одну упаковку открыли не выдержали потому что артур их очень любит и когда открывали эту упаковку он мне говорю мама обязательно достань мне с клубничкой хотя я ему говорил что есть целая упаковка с клубникой и давай лучше откроем нее но нет он был категоричен и ему нужно было из голубой упаковки трубочка со вкусом клубники если вы еще не пробовали данным трубочки у вас дети их очень любит топ советую присмотреться фикс прайсе цена бюджетная а по вкусу и качеству они ничем не хуже чем те которые продаются в других магазинах далее следующее что я там купила это вот такая вот лапша удон я как-то брала там лапшу собу в этот раз я и тоже купила но покажу чуть позже при походе в магазин увидела также что продают удон и решила его взять потому что предыдущий раз особо мне очень понравилось да конечно качество лапши я не скажу что супер прям хороший когда ее варишь нужно быть супер внимательным потому что она быстро разваривается склеивается на века если ее переварить но если сварить правильно она очень вкусная очень мягкая деткам понравилось мне тоже самое понравилось хотя вообще не любитель макарошек или какой-либо лапши не беру в счет фунчозы фунчозы forever но вот именно вот эта лапша мне очень понравилась цена на упаковку 2750 я взяла два удона и также взяла две собы они оба идут от одного производителя надеюсь камер вам передаст цвет это у нас светлая лапша а это такая коричневая лапша вроде как она должна быть лапша гречневая собы срок 24 месяца тоже стоило 2750 а это у нас изделие макароны из пшеничной муки группа b высший сорт не знаю насколько вот это будет вкусная удон но особо было вкусно и нам понравилось надеюсь это тоже хорошая советовать вам конечно не буду потому что качество лапши все-таки оставляет желать лучшего но если вы ищете что-то подобное или хотите поэкспериментировать то цена крайне бюджетному в принципе почему бы и не попробовать еще одна моя вредная покупочка это лапша соусом говядина гриль big bone max еще больше настоящего соуса данную лапшу я уже брала не для себя как бы я себе взяла эту лапшу а эту брала я для супруга тут у нас 95 грамм я не знаю понравится ему или нет потому что не любитель big bone ему больше нравится обыкновенный роллтон без каких-либо добавок такой лапшу я не пробовала ничего про нее сказать не могу стоит она столько же как и другая лапша 2750 и последняя моя продуктовая покупка но не последняя в этом пакете здесь у нас драже кремовая зу ассорти вот такие вот шарики конфетки у меня их артур очень любит это конечно не натуральный шоколад но он их обожает всегда просит ему купить сверху они хрустящие внутри кремовая начинка в самой середине по моему у них даже хрустящий шарик конфетки вкусная беру их не первый раз масса не то 200 грамм стоили они 55 рублей далее моя покупочка которую я делаю сразу в раз это солевые батарейки стоят они 55 рублей здесь 10 штук первые по большей части для детских игрушек так как у нас батарей любые какие бы не купили всегда быстро разряжаются и я просто не вижу смысла чтобы брать супер дорогие батареи даже дюрасел который очень-очень долго работает на всех остальных предметов в игрушках сгорают на раз поэтому беру самые дешевые батарейки чтобы было более экономно не знаю так ли это на самом деле но хочется в это верить также следующая покупка которую я приобрела на кассе здесь у нас зажигалка вот с таким носиком моя предыдущая зажигалка закончилась поэтому я купила на замену данную зажигалку я использую для того чтобы зажигать газ в духовке очень удобно то что здесь длинный носик и хватает ее надолго хорошо работает стоило она также 55 рублей как и батареечки по моему еще можно дозаправлять я предыдущие свои зажигалки не выкинула может быть и дозаправим пока купила но что-то такое что там ничего нет прям не булькает там вообще ничего и она прям легкая-легкая почему говорю легкая-легкая потому что раньше покупала и когда вот так вот делается прям слышно как будто что-то внутри булькает и также они были потяжелее что ли а это прям такая легонькая ничего не булькает либо она слишком полная что ничего не булькает либо она пустая но и остались у меня косметические товары которые я также купил фикс прайсе здесь у меня жидкость для снятия лака укрепляющая объем 250 миллилитров то флакон 55 рублей я в последнее время начала красить ногти и обнаружила что у меня жидкость моя старая на исходе да она в принципе за практически вся выветрилась очень плохо работает поэтому решила купить на замену до сегодня меня ногти не накрашены тут обещают экстра укрепление и защиту масло макадамии масло виноградной косточки экстракт витамина е комплексный уход с ногтями и кутикулой очень хочется в это верить на самом деле скорее всего это не так так как составе на первом месте ацетон и все что было написано ранее как вы понимаете чтобы не подействует ацетон больше разрушить чем все остальное вам даст аромату жидкости конечно ядреный ацетон есть ацетон немножечко такой сладковатый но от стон все перебивают поэтому я обычно пользуюсь такими средствами при открытой форточки далее следующее средство что я купила это густое масло для волос горчичное укрепление с настоем лопуха шалфеем и коллагеном от козы деризы на козьем молоке объем баночки 175 миллилитров от козы деризы я также уже покупала себе скраб для тела мне он тогда очень понравился я им пользуюсь на данный момент и взяла решила попробовать густое масло потому что независимо от погоды мои волосы всегда нуждаются в увлажнении не знаю почему но кончики моих волос всегда сухие ломки и я надеюсь что густое масло мне поможет тут у нас написан способ применения и я хочу найти состав но почему-то состав я здесь не вижу так давайте посмотрим уход состав у нас сбоку настой облепихи в принципе состав довольно таки неплохой и вполне возможно что данное масло будет работать хорошо густой корчичное масло на основе козьего молока настоем лопуха шалфеем и коллагеном крепляет волосы после первых применений легкая текстура масло глубоко проникает во все слои волос плотнее куплен как бы написано тут много если вы хотите посмотреть как это масло выглядит внутри по консистенции я его буду открывать на своем бьюти канале буду делать распаковочку там поэтому проходите смотрите подписывайтесь там я рассказываю косметических продуктов более подробно и последняя моя покупка на сегодня это скраб маска для кожи головы от ханами предупреждение ранней седины сакура я брала уже как-то с голубенькой крышечкой там у меня было по моему от выпадения волос у меня конечно нет никакой седины но я решила просто попробовать ради интереса другой продукт так как тот скраб которыми я пользовалась мне на самом деле очень нравится и мне хотелось чего-то новенькое вот такого то него состав если вам интересно поставьте на паузу и давайте посмотрим как все это выглядит внутри вот здесь вам камера передаст вот такой полупрозрачный имеется внутри скрабирующей частички я только открыла упаковку даже еще не подносила к носу и прям ощущаю вкусный сладкий аромат кстати запах похож на другой скраб который с голубой крышкой я думаю они скорее всего одинаковые но просто наверное назвали по-разному чтобы они хоть как-то отличались и да у данного скрабика имеется вот такой вот носик при помощи которую намного проще наносить скраб на кожу головы на это у меня все надеюсь вам понравилось мое видео если остались какие-либо вопросы то обязательно пишите задавайте также если есть советы то делитесь ими в комментариях под видео я с удовольствием все почитаю со всеми пообщаюсь спасибо за внимание ссылочка на мой бьюти канал также будет в описании всех целую пока пока парковку надо убрать коробку а что надо наклеечки туда приклеить да да ну давай займемся этим